Пасквиль на советскую действительность. Так отзывались чиновники Госкино об этом фильме. А его создатели называли диссидентами и провокаторами. Если бы не Андрей Миронов, сыгравший главную роль и настойчивость режиссера, картину бы положили на полку. Здравствуйте! Вы смотрите Тайны нашего кино. И сегодня мы поговорим об одной из самых скандальных лент нашего кинематографа, блондинка за углом. Сегодня в программе. И там наш мальчик геройский погиб. Как советская цензура издевалась над режиссером Владимиром Бортко? Это единственный пошел кинофильм, пострадавший от советской цензуры, который я снял. Да. Звезда в луке. Сессимистическое зрелище. Зачем Андрея Миронова засыпали овощами? И какие еще горькие моменты преследовали актера на съемках? Он страдал, но этого зритель не замечал. Каждый обязан быть счастливым. Блондинка с характером. Как Татьяна Догилева стала любимицей миллионов? Потому что я лучше знаю, как лучше. И почему сегодня актриса все реже появляется на публике? Если вы думаете, что есть хоть один актер, у которого усеян, будь лепестками роз, их нет. И, наконец, где находится самый популярный универсам СССР? И на улицах какого грузинского города можно встретить самого известного мясника? Беру мясо и забираю все нужно. Отсекался такой. Научили. Все это вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Напомню вкратце сюжет картины. Бывший астрофизик устраивается работать грузчиком в универсам. И в первый же день влюбляется в продавщицу, обаятельную пробивную блондинку. Она тут же начинает учить его правильной жизни, где все достигается по блату. Как снимали столь острую картину? И почему ее героям Блад не помог стать счастливыми? Танечка, здравствуйте. Спасибо. Чашечка кофе, короткое общение с коллегами и снова на сцену. Я к тому, что я же буду... Такой ритм жизни для Татьяны Догилевой привычен. Она востребована и любима зрителями. Для них она самая узнаваемая блондинка советского кино. Блондинка за углом. Именно этот фильм стал для Татьяны Догилевой пропуском в звездную жизнь. До этого она была малознакома публике и режиссерам. Я считалась долго некрасивой. В общем, я и не была красавицей, не претендую. То есть совсем не красавицей. Потом привыкли. Алкоголизм – это болезнь. То, что Догилева попало в это кино – чистая случайность. На роль блондинки режиссер перепробовал всех красавиц-актрис. Ленфильм был завален фотографиями претенденток со всего Союза. Но Бортко никто не устраивал. Папа умирая, у него бара горлок. Вот, умирая, он, значит, видел кто-то Догилеву где-то по телевизору, и он встал в сценарий, он мне позвонил и сказал, «Слушай, тут есть такая артистка, Догилева, бери ее!» На что я ему очень благодарен. Я не знал о существовании, просто посмотрел и решил, что это просто действительно оно. Бортко старший не прогадал. Догилева идеально подходила на роль обаятельной девушки, чувствующей себя хозяйкой жизни. Это просто полное соответствие тому, что написано. Вот как она есть, вот она играла саму себя. Вот посмотрите, какая она. Вот это вот, видите, артистку Догилева. С выбором претендента на главную мужскую роль все было гораздо проще. Бортко знал, фильму гарантирован успех, если в нем снимется Андрей Миронов. Долго, по-моему, думал и колебался по этому поводу, тем более, что, пожалуй, это был единственный артист в моей жизни, с которым у меня были, ну, скажем, достаточно поначалу фильма давать свои сложные отношения. Я был никто и никак, он был скопер-звезден. Сессимистическое зрелище. Отношения Миронова и Бортко чуть было в конец не испортились после съемок вот этого эпизода. Тебя что, за пьянку с прежней работы выгнали? Нет, меня не выгнали. Произошло более ужасно. Я покончил с собой. Это снималось на овощной базе, температура плюс пять. Его закапывали в лук, вот чтобы торчала одна голова. Ничего себе. И они с оператором начинали творческие споры. Миронов сидит 45 минут в луке, потом с руганью влезает оттуда и уходит. Иногда неудобство в съемочной группе доставляло невероятная популярность Миронова. Из-за нее одну из ключевых сцен фильма пришлось снимать при помощи конной милиции. Интересно, а почему вы обращали на меня внимание? Ну, обращала и все. Это самый обычный дом в Чертаново. Это была ночная съемка. Когда узнали, что тут будет Миронов, собралась безумная толпа. И кричали «Андрей, Андрей, Андрей!» Дальше людей просто пришлось оттеснять, отгонять. Никогда-никогда со мной не спорьте, потому что я лучше знаю, как лучше. Если в фильме героиня Догилевой учила жизни персонажа Миронова, то в реальности все было наоборот. Он умел получать удовольствие от жизни, от всего. Он жил только в Астории, потому что обожал Асторию. И Диган до мной издевался, когда мы проезжали мимо гостиницы Советской, и он каждый раз говорил «О, Танечкин Хилтон!» Хотите, смейтесь надо мной, хотите, дьяволом зовите, хотите, ангелом. Только я теперь навек ваша. Неудивительно, что в то время в актерской среде поползли слухи. Красавец Миронов встречается с Догилевой. Сегодня актриса признается, она действительно была тогда влюблена. Но ее чувства остались без ответа. Она одинокий человек, ничего не умеет, всего боится. Я тогда работала в Ленкоме, много молодых артисток. Конечно, Таня Догилева снимается с Мироновым в Ленкоме. Значит, я приехала и говорит, что, что, расскажи про Миронова. И я им сказала, девочки, нам таких мужчин не досталось. Кто все эти люди? Потом, потом. Многолюдную сцену свадьбы снимали долго. Актеры под конец были вымотаны настолько, что играли из последних сил. Пойдем отсюда. Особенно Андрей Миронов, к тому времени уже страдающий страшной болезнью. Насколько он был болен, вы можете посмотреть такую штуку. Когда на свадьбе он там снимает с себя все. Он поднимает руку вверх. И вы, если у вас снимете кадр, вы увидите кровавое петло. Вот как тело было. Известно, что фурункулезом Миронов заболел после того, как искупался в холодной воде. Этот недуг приносил всенародному любимцу массу хлопот и неудобств. Я помню, нет горячей воды. И я как-то на привусе подогревал воду. И его винтовал. Вдвоем были в номере. Винтовал эти фурункулы, так сказать, остались. Были такие вещи, что после фурункула, которые на лице они видны были. И он страдал, но этого зритель не замечал. Вы здесь владеете всем. Зритель не догадывался и о другой болезни Миронова, а не вризме. Сосуды в итоге и сыграли роковую роль в судьбе актера. Актер умирает на сцене. Лучшей смерти для актера быть не может. Хотя, конечно, говорить о смерти всегда хорошая и плохая. Это ужас, кошмар. Но тем не менее, если выбирать, семья умерла на съемочной площадке, было бы хорошо. Но вернемся в 1984 год. Фильм «Блондинка за углом» оказался для Миронова одним из немногих, где ему удалось сыграть трагикомическую роль. Чтобы увидеть кумира в новом амплуа, зрители ночами стояли в длиннющих очередях. Посмотри наверх. Вот когда ты видишь все это чудо. Про что ты думаешь? Я думаю, на новый дом претендовать или на старый. Расслабиться нам удалось моментально. Я никогда не забуду, как мы сидели с Владимиром в доме кино, в Ленинградском, а рядом зимний стадион. И вокруг зимнего стадиона в четыре кольца стояла очередь. «Блондинку за углом» показывали и день, и ночь. На Татьяну Догилеву в год премьеры обрушилась невероятная слава. Отныне актриса стала своей для всех продавщиц Советского Союза. Я из очень бедной семьи, и все время считала, здравствуйте, и ждала, узнают или не узнают. Если кто-то расплывался, я говорила, не могли бы вы мне продать рыбки, а то кот кричит, это самое, рыбки! «Вась, тут артистка пришла! Дай ты ей рыбки!» Татьяна Догилева снялась в более чем ста фильмов. Многие из них были очень успешными. Однако сама актриса не считает свою творческую жизнь безоблачной. Был период, когда она вообще исчезла из кино на целых четыре года, потому что режиссеры перестали ее приглашать. Если вы думаете, что есть хоть один актер, у которого усеян, будь лепестками роз, их нету. Последние годы у актрисы не складывается личная жизнь. В 2008 году после развода с писателем Михаилом Мишиным она осталась одна. По крайней мере, папарацци пока не встречали знаменитую артистку в компании мужчин. Впрочем, встретить Догилеву в последнее время можно только в театре. Глупо будет наставать нас Миссис Чейс. Она играет в антрепризах, которые сама же зачастую ставят. И, похоже, сцена – это единственное место, где знаменитая блондинка чувствует себя счастливой. В фильме то и дело мелькают дефицитные продукты, которые главная героиня достает по знакомству. Колбасы, печенье, алкоголь – невероятно, но все это съемочной группе тоже пришлось доставать по блату в спецстоловых. Зато какой праздник живота устраивали себе актеры после окончания съемок. Великий Макеландилов сказал, как я делаю скульптуру. Беру мрамор и забираю все ненужное. Я тоже так работаю. Беру мясо и забираю все нужное. Уже прошло больше 30 лет. И самый знаменитый мясник СССР, конечно, посидел, но не растерял свое жизнелюбие и чувство юмора. Это папа, а это Хемингуэй. Он почему-то все время подходил и говорит, когда это вы меня сняли? Мы ему говорим, папа, это не ты, это Хемингуэй. Большая разница. Популярный грузинский актер Баадуш Цуладзе к моменту съемок в фильме был на пике своей актерской карьеры. Извините, пожалуйста, служба. Но когда ему показали сценарий фильма «Блондинка за углом», он понял, вот его истинный звездный час. Фильм просто обязан был прогонить. 60 миллионов болельщиков, 60 миллионов, нет черти проигрывай. Потому что народ алчный стал. Забыли, как раньше жили. Все патриоты, все порядочные люди, только воруют, больше ничего. Больше ничего, и не считают это недостатком. Тогда, ради съемок, актеру пришлось учиться разделывать мясные туши. Так, вот и пришли. Удивительно, но тонкости профессии мясника Цуладзе не забыл до сих пор. Я брал этот самый топор, в жарах отсекал, все такое. Научи. Беру мясо и забираю все нужное. Давай, работай. После выхода картины Цуладзе, так же, как и Догилева, стали символами подпольной советской торговли, когда по блату можно было купить все. Но когда Грузия переживала трудные времена, самому актеру никакой блат не помог. Иду, и все необходимое было просто негде достать. А 90-е годы, конечно, было тяжело. Света нет, газа нет, ничего нет. Было мне тогда 60 лет. Тоже не очень молодой человек. И вот я с баллонами пешком на 12 этаж, газовые баллоны. И по 20 литров с этой стороны падает керосина. Ничего, перенес. О, а вот и крокодил явился. Роль крокодила Гены – одна из самых уникальных ролей в советском кино. За весь фильм герой Анатолий Сливникова не произнес ни слова. Мой брат, он у нас молчал, но жутко добрый, он за меня убьет. Я говорю, читаю сценарий, не могу понять. Гена промолчал, где Гена? Гена отвернулся, Гена улыбнулся. Гена, а где слова-то, где слова? Однако эта молчаливая роль принесла актеру всесоюзную славу. После премьеры его иначе, как крокодил Гена, никто не называл. Его начали все узнавать после фильма. То есть он вообще цвел в то время. Мало кто знает, но о такой славе Сливников мечтал с детства. Однако о кино даже боялся подумать, ведь у актера было страшное косоглазие. Интересно, что свою главную роль Сливников получил вскоре после того, как сделал операцию на глазах. Он долго дожидался своего звездного часа. Я не очень вас обременю. До свидания. До свидания, Регеша, дорогая. Сливников был настолько фактурным, что Бортко буквально хвастался своей находкой перед коллегами. Да и в кино всячески обыгрывал физические данные артиста. Вы, наверное, ужасно устали. Батарея была из пластика сделана на Ленфильме. Бортко решил, значит, пошутить и заказал еще, чтобы сделали еще пять батарей. И заставил этого Сливникова потом ходить по Ленфильму, небрежно неся в одной руке пять батарей. И все были в восторге. Вот эту Бортко нашел артистик. Настоящей находкой художника картины стал автомобиль, на котором разъезжал герой Сливникова. Это Крайслер Нью-Йоркер модели 73-го года. Она была практически самодельная. Но и в этом была прелесть, потому что это было невероятное чудовище смешнейших очертаний, невероятных фарами, фонарями. Она была сразу утверждена. После фильма «Блондинка за углом» на Сливникова посыпались роли. Он много играл в кино и в театре, вплоть до 2000-х. Однако мечта стать известным сыграла с ним злую шутку. Как только он оказался невостребованным, актер начал пить. Родные уверены, именно эта хроническая русская болезнь сразилась Сливникова в расцвете силы в 55 лет. Ну, тогда тяжело было. И с мамой, и с моей были тяжелые времена у отца. Начались у них конфликты в связи вот с этим его состоянием. И вот он болел, болел, болел. Он то вроде приходил в себя, то опять заболевал. Известность погубила еще одного актера из фильма – Сергея Бехтерева, того самого покупателя лука. Вы не подскажите, лук будет или нет? Вон кто знает. Он украсил этот фильм. Его помнишь, вот маленький эпизод запоминается как главная роль. Скажите, пожалуйста, лук будет или нет? Я вас спрашиваю, лук будет или нет? Вот там он как раз играл, наверное, интеллигента. Уже после выхода картины на экраны, Бехтерева в Санкт-Петербурге называли последним интеллигентом северной столицы. Одни его благородством восхищались, другие пользовались. Он был абсолютным бессеребренником. Несмотря на то, что он был ведущим актером театра и снимался, он был всегда без копейки денег. Жил постоянно у каких-то своих друзей, приятелей, знакомых. Как случилось, что Бехтерев попал в круг питерской богемы, друзья не могут понять до сих пор. Тем не менее, актер на глазах у всех стал спиваться, теряя знакомство и даже лишился квартиры, которую ему после долгих скитаний предоставил театр. Но и это был не самый страшный удар судьбы. Он был болен смертельно. И эта болезнь была следствием его вот этой необузданной богемной жизни. ВИЧ. Последняя стадия. К моменту, когда прозвучал диагноз, актер уже стал нищим. Потом мне сказали, что он вообще никакой, что он лежит в квартире у своей мачехи, второй жене отца, в коридоре или на кухне. Там очень маленькая квартира, она больной человек, там семья. И тогда мы его отвезли с друзьями в Боткинский барак. Это наша больница такая для больных людей всякими тяжелыми заболеваниями. Сергей Бехтерев ушел на 51-м году жизни. Друзья говорят, что перед смертью он, шутя, просил написать на его памятнике только одну фразу. Лук будет. Скажите, пожалуйста, лук будет или не будет? Почти два года понадобилось режиссеру, чтобы добиться выхода картины на экран. Ровно столько он обивал пороги киноначальников. В итоге фильм все же увидели зрители, но совсем не таким, каким его снимали. Купчино, окраина Санкт-Петербурга. Про этот район шутят, что приличные люди сюда вечерами не заглядывают. Именно здесь, на перекрестке улиц Ярослава Гашика и Купчинской, находился универсам, в котором снимали фильм «Блондинка за углом». Первые съемочные дни здесь и происходили, в этом универсаме. Тогда просто был какой-то очень модный в городе универсам. И рядом жил Бортко. Это главное, что послужило для выбора натуры. Сегодня здесь тоже универсам сетевой компании. И, конечно, внутри все уже совсем не так, как было 30 с лишним лет назад. Да, здесь, к сожалению, не у кого спросить. Да. Зачем вы Витю взяли? Что она имела в виду? Не понятно. Впрочем, с тех пор изменились все места съемок, кроме разве что Смольного собора. Около него снимался крестный ход. Интересно, что в начале 80-х собор был закрыт. И чтобы записать церковную службу, звукооператору картины пришлось рискнуть. Сейчас это тяжело даже представить. Но я абсолютно нелегально, замотав магнитофон под куртку, еле высунув микрофон, чтобы никто не догадался, пошла во время крестного хода рядом со своим домом преображенского собора писать атмосферу. Писать людей вот этих, которые молятся, шепчутся, вплоть до колоколов. Однако показать крестный ход в кино не самая большая смелость режиссера. Госкино признало весь фильм порочащим социалистическую действительность. Над картиной нависла угроза навсегда оказаться на полке. Сейчас трудно это понять. Вот сейчас вот это даже с точки зрения нас, посмотрите, за что эту невинную картину, как ее могли гнобить или там, значит, критиковать даже. Крокодил, доставай. Ну, наверное, вот эта социальная картина была социально острой в те годы. Голубушка, откуда все это? Из магазина. И мы тогда, я, Миронов и Червинский собрались. Вот я помню, была история, где жил Миронов в ресторане. Значит, думали, что делать. Сигналы отсущие. Идти ли на поводу режима или нет. Но нам было важно, чтобы она вышла, чтобы люди это увидели. Владимир Бортко тогда принял единственно правильное решение. Пойти на уступки партийному начальству. Оно требовало все новых сокращений. В итоге вырезали так много, что хронометраж фильма стал меньше часа. Простите, сделать остановку. Нам приходится, увы. Тогда-то в фильме и появились песни Миронова. Они, по задумке редакторов, должны были не только увеличить хронометраж, но и придать фильму иронический тон. Что случилось? Но самое серьезное вмешательство цензуры было впереди. Он тушить бросился, а крыша в доме рухнула. И там наш мальчик геройски погиб. На самом деле, на съемках этого эпизода Догилева рассказывает, что ее сын погиб в Афганистане. Редакторы, услышав это, пришли в ярость. Слова героини заставили переозвучить. Ты моя единственная. Неповторимая. И то видно, если вглядеться очень внимательно, и то видно, были вещи, которые уже никакой силой там было не исправить. Потому что там Афганистан поменять на картошку. А потом их весь курс на практику отправят. Когда губы складываются совершенно по-другому, ну, выбора у нас не было. Несмотря на все старания цензуры, картина все же сохранила свою остроту. Зрители мгновенно узнавали в ее героях себя и тех, от кого они зачастую зависели. Фильм превратился в настоящую трагикомедию из жизни советских граждан. Ничего. Ничего. Оступился человек. Тогда это попадало, что называется, в самое сердце практически каждого зрителя. И зритель этот был в фильме, в кино. Мне бы сейчас хотелось, чтобы в кино был зритель. И чтобы, может быть, я, может быть, коллеги сняли бы нечто неподобное, а пользуешься столь же популярностью, как и этот кинофильм. Дорога вдаль, как жизнь длинна, куда б ты не умчался, но вот любовь зовет она, и есть возможность счастья. Сегодняшняя молодежь не сразу поймет смысл такой знакомой старшему поколению фразы «достать по блату». Сегодня в магазинах на полках полно продуктов. Были бы деньги. А раньше все решали связи. И не случайно престижнее всего было работать не адвокатом, скажем, не экономистом, а завскладом или мясником. К счастью, времена сейчас другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова